К другим темам. Благородное дело Родине служить. В этом году КГТУ имени Туполева в народе КАИ отправляет в армию 42 своих воспитанника. Они будут служить в войсках разных назначений. Накануне для будущих солдат в УЗИ организовали специальное торжество. На нем побывала наш корреспондент. И мы рады их приветствовать. Давайте, ребят, похлопаем. Эти 16 выпускников КГТУ в скором времени покинут пределы Нижнекамска, чтобы отдать свой долг Родине. Они будут служить в подмосковной Кубинке, в военно-десантном полку. Что немаловажно, служить будут вместе. Этого ВУЗ достиг благодаря сотрудничеству с Союзом десантников России и Восковой частью. КАИ, оно впереди планеты всей. В 2006 году начали зарождать вот эту традицию. На сегодняшний день это каждый год поддерживается. Они подписали шефские связи. К сожалению, не все учебные заведения на сегодняшний день к этому готовы. Товарищ директор, курсанта бросим. По вашему приказанию прибыл. Как мы без тебя будем, а? Кто не дубует? В отличие от других, призывники КГТУ идут в армию хорошо подготовленными физически. Они прошли обучение в Центре допризывной подготовки «Взлетная полоса», который работает при ВУЗе. Выпускник сегодня, во-первых, он имеет высшее образование. Во-вторых, они прошли подготовку до САФИ. До САФИ прошли. И потом прошли подготовку здесь. Они изучали устав, строевую подготовку, оружие, стрельбы, парашютные прыжки, армийский рукопашный бой. Я считаю, что на сегодняшний день для начинающего служащего, это все подготовки они прошли. Этот учебный комбинат, будем считать, признан самым лучшим во всей Российской Федерации. Об этом учебное заведение знают везде и всюду. Здесь были из генерального штаба. Здесь были представители патриотического воспитания многих регионов. Если сокроет тяжелая туча, солнца луч золотой. Командир данного взвода, талантливый во всех отношениях, Вадим Лазарев. К армии готовился в центре до призывной подготовки основательно, на протяжении четырех лет. А теперь с нетерпением ждет начало службы. Тут с третьего курса начиналось, даже с четвертого центра, ну как бы можно было вступить в центр, а я вступил сразу со второго. Я один был человек, я как бы четыре года уже в этом центре, так что подготовка, я считаю, что у меня приличная. Выпускники института, нынешние призывники, отправятся в армию уже в это воскресенье, 27 мая. Алсу Тимир Булатова, Артем Рябов, ВТС «Нефтехим». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok